МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На первом Приднестровском программа Вовремя в студии Станислав Стоянов. Срочное сообщение. Накануне ночью на одном из постов совместных миротворческих сил произошел инцидент. Трое неизвестных попытались заснять на камеру мобильного телефона несение службы миротворцами. Как известно, это запрещено. Неизвестные подъехали к посту 9-й правой со стороны молдавского села Пырыта. Примерно в 3 часа ночи они остановили свой автомобиль у границы поста, после чего двое из них вышли из машины и начали снимать миротворцев на телефон. На замечание офицера мужчины не отреагировали и даже попытались применить физическую силу в отношении военнослужащих совместных миротворческих сил, несущих службу на этом посту. Но поднятые по тревоге миротворцы задержали неизвестных. Чуть позже к посту подъехали молдавские полицейские. Они отконвоировали бузитеров в Криуляны на медицинское свидетельствование. Медики подтвердили наличие немалого количества алкоголя в крови у мужчин, после чего их доставили в дежурную часть полиции еще одного молдавского населенного пункта – Кошница. Разбирательства этого инцидента будут продолжены в новом году. К другим темам. Глава государства Евгений Шевчук подписал указы, согласно которым гражданство Приднестровской и Молдавской республики получили 312 человек. Среди них большинство – почти 240 граждане соседней Молдовы. Гражданство Приднестровья также получили граждане Российской Федерации, Украины, Белоруссии и Узбекистана. Информация об этом появилась на официальном сайте президента. Известно, что всего же в этом году гражданство Приднестровья получили 1070 человек. Новогодние праздники, время каникул и отпусков. Многие приднестровцы выезжают за пределы республики. При этом автовладельцам о поездке стоит позаботиться заранее. На что стоит обратить внимание в первую очередь, расскажет наш корреспондент. Треть зимы позади, а настоящего снега в Приднестровье еще не видели. Благоприятной погодой пользуются некоторые автолюбители, оттягивая процесс смены резины с летней на зимнюю. Хотя опытные владельцы авто знают, не стоит ждать снегопада, чтобы переобуть машину и заботиться об этом заранее. В первую очередь, зимняя резина – это самое главное. Я постоянно слежу за машиной, постоянно на СТО, и я уверен в ней. Станция техобслуживания в конце года без очередей – все равно, что Новый год без Деда Мороза. Представить сложно. По уже устоявшейся традиции, автовладельцы процедуру техосмотра оттягивают до последнего. Причины у каждого разные. Тем не менее, в госавтоинспекции отмечают, что с увеличением срока прохождения технического осмотра с 6 месяцев до года очереди стало незначительно, но меньше. За 11 месяцев 2013 года в государстве технического осмотра было представлено 80 тысяч автомобилей. Сразу могу сказать, что это на 1% больше, чем в 2012 году. Владельцы транспортных средств, которые не успеют пройти в госфинический осмотр сейчас, в 2013 году, могут же свое транспортное средство предоставить сразу же после новогодних праздников в 2014 году. При этом нужно будет заплатить штраф в размере 10 РУМЗП – примерно 145 рублей. А те, кто вовремя успел пройти технический осмотр в этом году, в новом 2014 году за эту процедуру будут платить на порядок меньше. Согласно закону о дорожных фондах, об изменении в закон о дорожных фондах Паринистровской Молдавской Республике с января 2014 года исключена обязанность уплаты налога с физических лиц. Могу сразу сказать, что в 2014 году технический осмотр на любой автомобиль будет составлять в пределах 170 рублей. Точная сумма будет известна сразу после новогодних праздников. Если вы собрались в период праздников посетить родственников или друзей за границей, в Госавтоинспекции обращают внимание автовладельцев на некоторые нормы законодательства соседних стран. Хочется разъяснить нашим автомобилистам, которые собираются выехать в Республику Молдова, о том, что там действует постановление правительства. С 1 декабря по 1 марта все автомобили должны передвигаться на оборудование зимними шинами. И до 31 марта действует закон о том, что они должны двигаться с ближним светом фар. На территории украинского государства с ближним светом фар нужно ездить до 31 апреля. Зимняя резина на усмотрение водителей. При этом, что в Украине, что в Молдове обязательно наличие страхового полиса. В среднем будет где-то 300-320. Это страховка в усредненном Молдавской и Украинской. Они не сильно разъясняются между собой в ценовой политике. Украинская чуть дороже, страховка Молдавская немного дешевле. Очень многое влияет на цену старшего вождения водителя. Чем больше стаж, тем ниже цена страхового полиса. И соответственно от объема двигателя зависит. Также не стоит забывать пристегиваться ремнями безопасности. Соблюдая все эти советы, при выезде за границу вы избежите неприятных разговоров с сотрудниками ГАИ, соседних стран и в полной мере сможете насладиться новогодними праздниками в кругу родственников и друзей. Ирина Полесико, Станислав Стоянов, Первый Приднестровский. На Терраспольском автовокзале немалый наплыв пассажиров. Во время праздников их количество должно увеличиться вдвое. Если в обычный день на автобусах и маршрутках отсюда езжают около тысячи пассажиров, к Новому году ожидается около двух тысяч. Основное направление движения – север республики. В праздничные дни работаем, в принципе, в штатном режиме. Работают кассы текущей предварительной продажи. Конечно же, ожидается увеличение пассажиропотока. И на сегодняшний день это уже видно, заметно. Но мы вывозим пассажиров. Есть дополнительные рейсы. Организуем по мере необходимости. Тем же, кто предпочитает ездить на поездах, стоило купить билеты заранее, говорят железнодорожники. Это связано не только с предпраздничным повышением цен, но и с тем, что 1 января кассы работать не будут. О том, что кассы не будут работать 30 и 31 декабря, а также 1 января 2014 года, пассажиры были уведомлены за месяц. Повышение цен на билеты в предпраздничные дни практикуются уже в течение 10 лет. Железнодорожники говорят, это связано с большим потоком пассажиров в эти дни. На сайте нашего телеканала вы можете ознакомиться с новостями этого выпуска. Писать нам можно на электронный адрес новостесобака по gtrk.ru или звонить по телефону в Тюрасполе 2-5708. А теперь о погоде. 1 января в Москве облачно, ночью минус 1, днем минус 2. В Киеве пасмурно, ночью минус 3, днем минус 1. В Кишиневе также пасмурно, небольшой дождь, ночью около нуля, днем плюс 1. В Скинвале ясно, ночью минус 7, днем плюс 1. В Сухуме также ясно, ночью 8, днем 10 градусов выше 0. В нашей республике, по сообщению внутреннего центра, ожидается облачная погода без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 5-8 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы. Температура воздуха ночью 0, минус 3, днем 0, плюс 4. В последующие сутки погода без существенных изменений. Это были главные новости к этому часу. Итоги дня мы подведем в 20.30. Оставайтесь с нами. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok